Конкуренция и использование отечественной продукции – основа работы любого предприятия. Об этом заявил президент, посещая сегодня частное предприятие Адани. Это крупнейший производитель медицинского оборудования и систем безопасности. Здесь налажен так называемый полный цикл от идеи до сборки. Адани на рынке уже 30 лет. Начинали с производства дозиметров. Сегодня линейка значительно шире, как и география поставок. 86 стран и мощности предприятия продолжают расти. Какую оценку Александру Лукашенко дал работе частника и какие поставил задачи, Юлия Бешанова знает подробности. С продукцией Адани знакомы президенты, арабские шейхи, миллионы туристов по всему миру и практически все белорусы. А в выставочном павильоне предприятия, как в декорациях фильма о будущем. Кстати, именно такими кинокартинами вдохновлялся в 1991 году доктор технических наук, физик-ядерщик Владимир Ленев, когда начинал свой бизнес. Рамки, которые видят человека насквозь, медицинские аппараты, позволяющие рассмотреть заболевания на самой ранней стадии. Директор компании сегодня с гордостью рассказывает, его детище один из мировых лидеров по производству рентгеновского оборудования. В линейке более 60 наименований. Почти 85% произведенного здесь идет на экспорт с товаром, знакомый в 86 странах мира. От СНГ до Европы и Америки. Такие экспортоориентированные компании резиденты СЭС имеют весомые льготы. В итоге за прошлый год эти предприятия положили в бюджет почти полтора миллиарда рублей. Это 3,5% его доходной части. Но президент обращает внимание на детали. Во-первых, вклад СЭС в благосостояние страны может быть больше. И настаивает на получении максимальной пользы для Беларуси от резидентов. В приоритете интересы государства, а не карман частника. Поэтому преференции сохранятся только в том случае, если это действительно выгодно для страны. Мы договорились, что мы вернемся к налоговому кодексу и посмотрим, что плохо, что хорошо. Я не могу там сразу сказать, что для нас они благо. Для государства. С точки зрения людей, зарплаты, молодец. Технологичное производство. Ну, экспорт, импорт и прочее. Все это должно быть выгодно государству. Через налоги и так далее. Поэтому я не знаю. Но постоянно у меня эта тема в голове вертится. И я поручил по налоговому кодексу, будем смотреть. Если речь идет о налоговых и прочих льготах, то, конечно, мы на это будем смотреть. Не потому, чтобы там защемить кого-то. Ну, вы видите, в какой ситуации функционирует государство. За каждую копейку приходится драться и за рынки там, и прочее, прочее. Во-вторых, производители, которые не входят в свободные экономические зоны, жалуются на неравные правила игры. А главное условие конкуренции – равенство всех. Надо в равное условие ставить. Не обижая там никого, но надо выравнивать, чтобы была конкуренция соответствующая. Я вспоминаю, я же создавал эти зоны. Какая главная была причина людей занять? Ну, и частники туда шли, иностранцы шли, разворачивали производство, поддерживали школы. Ну, и на экспорт. Главное от экспорта, чтобы валюта поступала. Да, валюта. Валюта сюда. Ну, и желательно, чтобы эта валюта тратилась здесь, а не то, что он ввез валюту сюда и вывез завтра. Как пока у нас, наверное, работают в основном айтишники. Ну, это новое, их надо на ноги поставить и так далее. А Дани – инновационное предприятие с амбициями. 8,5% дохода компания вкладывает в науку и производство. В планах глобальное расширение. Заказы расписаны до конца года, но мощности, да и свободного места практически не осталось. Под одной крышей, говорит директор, сейчас фактически работает 50 мини-заводов. Президент готов дать землю, но с одним условием – задействовать в производственной цепочке отечественные предприятия. Александр Лукашенко сразу предлагает варианты и отвергает возникающие сомнения. Главное – уверенно взять дело в свои руки. Самое главное было получить землю и возможность построиться. Я всегда, мое личное мнение, экономика не может развиваться за счет льгот. Правильно. И это абсолютно. Но поддержка нужна. Поддержка нужна, особенно на этапе строительства. Слушай, а вот по кольцевой дороге я ехал, мне уже противно смотреть. Справа, видел, тканью обтянуто такое здание, большая площадь. Она что, да, МЧС, РУСКР. Она что, тебе не подойдет? Не подойдет все. Вы видите, лучшие предприятия строятся на болоте или в гараже. Мы не претендуем ни на какие центральные места. Мы хотим, чтобы… Не, ну там место хорошее. На кольцевой дороге. Мы великолепно согласимся. Вот я готов тебе отдать ту территорию, но для меня будет важным, чтобы ты для производства вот своего высокотехнологичного продукта задействовал белорусские предприятия. На рынке рентгеновской медтехники компания работает вот уже 20 лет. В клиниках страны установлено порядка 850 аппаратов этого производителя. Здесь подсчитали, каждый год на этой технике проходят обследования как минимум 4,5 миллионов белорусов. Например, такие современные томографы уже стоят в 7 клиниках страны. И это только начало. Возьми на контроль вопрос обеспечения медицинских учреждений аналогичного класса аппаратами собственного производства. Сам проконтролируем. Потому что жулья у нас еще хватает. Дай бог, чтобы он их там повыкорчевывал всех. Это свое, оно дешевле. Но если оно результат дает, если это качество. Качество аппаратов на мировом уровне, а цена в несколько раз ниже. Все дело в замкнутом производстве. От идеи до реализации. Например, в этой чистой комнате паяют микросхемы. Раньше их закупали за границей по цене больше 14 тысяч рублей. Собственно, обходятся всего в три. У этого же Сименса, по-моему, покупали первые томографы эти. Первые. Они мне предложили под 4 миллиона долларов машину. Ну, кто его знает, какие там цены и прочее. Мне приносят главный враж вот эти предложения. Сейчас могу уже рассказать. Я говорю, так, ты иди и скажи им, что президент эту цену не принимает. Готов за цену меньше 2 миллионов купить. Но, если они согласятся, мы пойдем на то, чтобы закупить, там нам надо было 4 или 5 штук. И дальше на вас будем ориентироваться. Я их не обманул, но они сбросили цену ниже 2 миллионов. И мы потом у них еще приобрели 4 этих. И раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал. Они обследовали. Да и сейчас я проверяю колено, в основном коленный сустав. Я тогда мечтал, думаю, ну, когда же мы изобретем такую машину. Еще одно направление работы. Сканеры как для человека, так и для багажа, автомобилей и грузов. Морские порты, аэропорты по всему миру, алмазные рудники, школы, посольства, круизные лайнеры и приграничные системы контроля и досмотра. Все это разрабатывает и поставляет компания. Например, эта рамка сканирует человека низкодозным рентгеном и помогает найти любые предметы, спрятанные не только под одеждой, но и внутри организма. Вещь нужная во всем мире из последних достижений десятилетний контракт компании с британским министерством юстиции на 26 миллионов фунтов стерлингов. Изначально эта уникальная разработка была придумана для того, чтобы обезопасить американских школьников, которые учатся в школах со сложной криминогенной обстановкой. Ученик ставит свой портфель. И если в нем ничего запрещенного нет, то смайлик станет зеленым. А вот если бы в моей сумке лежали запрещенные предметы, то смайлик погрустнел, стал бы красным, а сумка осталась заблокирована внутри аппарата. Все эти уникальные разработки – плод работы не коллектива. Команда единомышленников – это 450 человек, из них 300 с высшим образованием, почти десяток с учеными степенями и званиями. Это мозговой центр компании. Здесь работают самые ценные сотрудники. Доктор-кардиолог Антонис Джозеф Ланкиец в Минске получил медицинское образование и уехал на родину, но вернулся в Беларусь. Работал участковым врачом, а сейчас практикующий хирург-кардиолог одной из обычных поликлиник – ведущий сотрудник компании. Его заметили и пригласили в команду. В итоге идеальный сплав в практике и науке и таких талантливых кадров немало. Главное – уметь их найти и ценить. В поликлинике у тебя светило работает. Не один. Не в научно-каком-то там практическом центре, а в поликлинике. Это распозаривание кадров. Он работает где-то в поликлинике, а он бы мог таких воспроизвести, клонировать, грубо говоря, десяток-два. В поликлинике мы сейчас тоже разбираемся. Там действительно хватает самородков, им надо дать перспективу, чтобы они понимали, что я не останусь в городе. Не, я тебя не забираю, я просто хочу от тебя больше. Я ему вели уговорил. Уже прощаясь в свете последних событий, доктор пожелает президенту здоровья. Александр Лукашенко заметит, эта тема сегодня действительно вызывает невиданный ажиотаж. Нет, меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то. Я, правда, в них не верю. Хотя я понимаю, что коронавирус... Мы тут же не верим абсолютно. Слушай, мне уже это... Во сне уже эти коронавирусы, уже меня министр просветил. Оказывается, вчера специалист сказал, что коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний новый, он на 90% похож по структуре системы. Так они говорили. Просто 10% им надо разобраться в чем-то. А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать как в Беларуси. Тогда они не будут как виталии. В условиях кризиса наше здравоохранение демонстрирует умение держать удар. И на отдание это особенно заметно. Чтобы совершить желаемый нами ревок, нужны огромные инвестиции, большие деньги. У нас, конечно же, да ни у кого в мире, кроме нескольких стран, таких денег нет. Но надо понимать, что если даже у кого-то есть деньги, не всегда дадут. Потому что завтра это конкурент для них. Поэтому вот так вот, благодаря таким инициативным людям, как эта семья, создаются такие производства. Но для меня что важно? Вы, наверное, слышали этот разговор. Мы, конечно, будем поддерживать вот это локомотив. Локомотив инновационной продукции. Предприятие локомотив. Мы хотим, я хочу, ну, думаю, что хозяева согласятся, чтобы они на прицеп взяли наши другие предприятия и тащили за собой. А они пусть производят комплектующие для них. Ну, естественно, новое производство, расширение. Я абсолютно поддерживаю это. В компании не боятся открыто обсуждать успехи и брать на себя ответственность за промахи. Добавьте к этому амбиции и желание работать на результат. Так выглядит рецепт успешного производства, который некоторым предприятиям все еще не мешало бы перенять. Юлия Бишанова, Андрей Иваненко, Александр Бутрим, телекомпания СТВ.